С 30 июня стоимость проезда в общественном транспорте Твери и Калининского района снизилась на 4 рубля. Произошло это в рамках двухмесячной акции компании-оператора «Транспорт Верхневолжья». Стоит отметить, что более дешевой поездка станет только для владельцев бесконтактных карт. Роман Быков о перспективах онлайн-платежей за проезд. Обладатели бесконтактных карт, теперь садясь на автоуз в Твери, вместо 25 платят 21 рубль. А поездка в Калининском районе обходится им в 15 рублей. Все эти скидки действуют при стоимости проезда не менее 5 рублей. В компании-перевозчике отмечают, что акция преследует четкую цель. Данная акция в первую очередь имеет смысл как популяризация безналичной оплаты проезда. У нас сейчас достаточно много всяких инструментов безналичной оплаты. Хочу отметить, что данная акция распространяется на все карты виза любых банков. Акция продлится до конца августа. Ожидается, что ее проведение будет способствовать увеличению объемов безналичной оплаты, которую рекомендуют пользоваться перевозчики. Напомним, что кроме того, пассажиры могут оплатить проезд по социальной карте жителей Тверской области или с помощью приложения «Волга» и QR-кода. В целом, в компании-перевозчике отмечают, что популярность электронных платежей постоянно растет. Если на период запуска системы в феврале месяце доля безналичной оплаты составляла порядка 40%, то в мае-июне уже превышает 60%. И постепенно там 1-2% наблюдается рост. Бесконтактные платежи – это лишь одна из примет внедрения новой модели пассажирских перевозок, которая начала действовать в Твери и Калининском районе с 3 февраля. Запланировано ее распространение и на другие муниципалитеты. Важно связать всю нашу область единой маршрутной сетью, обеспечить надежное транспортное сообщение, безопасность и качество услуг. В том числе льготный проезд для пассажиров на всей территории Верхней Волжи, считает губернатор Игорь Руденя. В течение 2020-2021 годов предполагается запустить свыше 230 муниципальных, межмуниципальных и международных маршрутов. Реализация второго этапа начнется с Вышневолодского городского округа, а также с Киморского, Конаковского, Ржевского, Старицкого и Торжевского районов.